Всем привет! Я Даша и вы на моем YouTube канале о моде и стиле. И сегодня у меня новый шоппинг-влог, он будет небольшим, поскольку отправимся мы только в бренд Lime и посмотрим, какие новинки уже из весенней коллекции заслуживают внимания. Давайте начнем! Ну а прежде чем мы с вами отправимся в магазин, я бы хотела провести мини-розыгрыш на своем канале. Чтобы принять в нем участие, нужно быть подписчиком моего канала и оставить комментарий под этим видео. Ну а в качестве приза, победителя я выберу рандомным образом, я бы хотела вам подарить набор средств по уходу за собой от российского бренда BION. В этот набор входят как шампуни и уход за волосами без сульфатов, парабенов и с экстрактом конопли, так и парфюмированная линейка по уходу за телом. Проявляйте активность, и я буду очень рада каждому комментарию. В этом образе объединились стилистики двух брендов, это Chanel и Grand Jouvet R13. В первую очередь этот вид, но не в устаревшем исполнении, а модернизированный цепями, как было как раз в коллекциях R13. Но вообще это далеко не новая история, и Карл Лагерфельд сочетал твит с цепями в своих коллекциях еще с 1985 года. В коллекции Lime сейчас есть и укороченный розовый жакет с круглым вырезом-лодочкой, который уже полностью повторяет Chanel текущего сезона, но, на мой взгляд, он выглядит слишком приторно, и плюс его портит укороченный рукав, вкуцая длина и пояс резинка. Джинсы в этом образе тоже похожи на модели от Chanel, только вместо лога нанесен узор серебряной краской. Ну и в завершении классические балетки тоже в стиле Chanel, твидовые. Я выбрала культовый черно-белый вариант, но у Lime они есть еще в полностью черном цвете. К жакету из первого образа есть полный комплект из юбки и топа. Юбка в одной из самых трендовых длин до колена, которая вновь стала популярной после коллекции Saint Laurent. И ранее я уже говорила, что такая длина может быть достаточно сложна в сочетании, поэтому лучше выбирайте модели с разрезом, они будут удлинять ноги. А вот топ с цепями из этого комплекта я не рекомендую к покупке, получается слишком тяжелый образ, если надевать все вместе, да и выполнен он не очень качественно. И такой сложный комплект я все же советую упрощать базовым лонгсливом или боди без лишних деталей. Еще в Lime появились джинсы-клёш, которые полностью скопированы с моделей из прошлых коллекций бренда Blue Marine. Можно докрутить эту стилистику нулевых, надев, например, кардиган из тонкого трикотажа. И похожие модели, кстати, были в том же Blue Marine и у бренда Diesel. Субтитры подогнал «Симон» Если же не уходить в эстетику нулевых, эти джинсы-клёш можно надевать с лаконичным жакетом и сумкой-багетом. Вообще никогда не нужно ограничиваться родной стилистикой вещи и дополнять ее. Например, казаки и жилет с бахромой уведут образ в костюмирование. Музыка Под жакет из предыдущего образа есть также свободные брюки на кулиске. И такие лаконичные костюмы можно сочетать на контрасте с более провокационными деталями. В данном случае, например, я выбрала сумку-багет, которая одновременно напоминает модели из коллекции брендов KNWLC и Acne Studios. У меня есть похожая модель сумки от Acne. Я показывала ее в своем видео о покупках, и она отлично вписывается в абсолютно разные по стилю образы. А этот костюм из состаренного дырка. Денима очень похож на модель от бренда Acne. У них есть абсолютно идентичная выворка на джинсовых изделиях в текущей коллекции. А футболка очень напоминает принт на майке и футболке от Vibe Project с эффектом трамплё. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Костюмы в стиле 60-х в кэнди-оттенках появлялись на подиумах в весенних коллекциях брендов Versace и Gucci. Стилистически на них очень похож костюм Lime из эко-кожи. И его можно сделать более спортивным и повседневным, надев, например, с кроссовками-кедами и простой футболкой. Субтитры сделал DimaTorzok И не бойтесь соединять яркие цвета в колор-блок-сочетаниях. В моем случае это оранжевый с розовым. И важно только помнить, что в колор-блоке все вещи в идеале должны быть максимально простыми и лаконичными, чтобы не перегружать яркий образ. Ну а вдохновение в сочетании цветов можно искать в первую очередь в коллекциях Pierpaolo Piccoli для Валентина. И последний образ в духе бренда Diesel. У них в коллекциях часто появляются такие облегающие укороченные футболки в стиле нулевых. Но эту эстетику я предлагаю не продолжать, а на контрасте сочетать с простым пальто, прямыми джинсами и неожиданными в данном образе балетками. Спасибо всем большое, что досмотрели это видео до контраста. И я очень надеюсь, что вы нашли какие-то интересные идеи и для своих весенних образов. Ну а в целом мне бы очень хотелось отметить бренд Lime, поскольку он для себя взял стратегию Zara, когда они на еженедельной основе выпускают новые коллекции и копируют тренды с подиумов. Безусловно, есть те вещи, которые не заслуживают внимания, но при этом можно найти действительно трендовые и стильные модели. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Делитесь в комментариях, какой из образов вам понравился больше остальных. До новых встреч! Всем пока!